снова всем привет друзья сижу опять на пляже вы знаете у нас четвертый день в англии температура воздуха плюс 32 чуть-чуть легкий бриз на море а вот выходишь в город все жара невыносимая в машине сидеть невозможно в общем вы знаете ошалевшие англичане все на пляже конечно же все плавают все купаются все загорают это вот обычный пляж я сегодня поехала сегодня мало того что воскресенье очень сложно парковку найти так я еще и умудрилась поехать в самое самое пекло в час дня до часа меня немножко задержали представляете но просто турция здесь у нас я пришла еле нашла место где расположиться вы знаете это же еще к тому же карантин и везде написано что пожалуйста соблюдайте дистанцию даже на пляже ну и уже конечно на плавалась замечательно хотя вода холодная вот у меня спрашивают а сколько градусов вода вот воздух плюс 32 до самой ночи и ночью я даже не могла спать так жарко представляете это такое впервые вообще-то конечно сказать по правде здесь я помню так вот а по поводу воды но вот к сожалению здесь нет такого чтобы знаете писали температура воздуха температура воды как на обычных пляжах нет здесь они здесь почему-то так и но не не заведено что ли у них или что я не знаю они лучше скорость ветра вам покажут может быть потому что в основном парусники кругом лодки и все они неви как говорится все моряки англичане через одного так вот я что хочу сказать друзья если вот говорить по моим ощущениям например то вода холодная вот даже сейчас вода холодная она сверху нагревается вот я заплываю если подальше там никто еще не плавал не всколыхнул эту воду и получается что прям чувствуется какая она сверху теплая и какая она ледяная внизу так вот примерно вот знаете если вам сказать так кто бывал на озерах горных вот примерно наверное вода как в горных озерах по поводу горных рек я не могу сказать потому что в жару я в горных реках к сожалению не купалась быстротечных но они наверное уж слишком холодные а вот я купалась в горных озерах вот например даже в таиланде когда мы ездили туда на куай мы останавливались там есть такие как сказать водопады и конечно же озера небольшие ну и вот я когда купалась там несмотря на то что тоже плюс 32 вода была весьма холодная но такая знаете некомфортная сказала бы я ну вот как как удачно тут они уселись впереди меня вот это вот ну это же супер просто ой не могу ну ладно так вот я для себя выяснила такую вещь друзья что я не слышала никогда чтобы здесь были утонувшие вот почему-то мне вспомнилось только сейчас такая странная история что когда я заплыла туда подальше здесь очень сильное течение сносит очень сильно а иногда даже затягивает на глубину но наверное потому что все таки здесь вот этот вот у нас пролив солон и он наверное вода понимаете он же он же совсем малюсенький если по мировым вам по меркам мировых океанов и вот вот это вот малюсенькая перемычка и вся вода когда она устремляется сюда с двух сторон даже с english channel допустим да то получается что течение очень сильное прилив отлив вода туда-сюда иногда течение сюда наоборот а иногда течение наоборот в глубину так вот даже кто сильно умеет плавать надо быть аккуратными потому что может снести и об этом наверное англичане знают я не знаю но вот странным образом я не слышала ни разу может быть кто-то кто-то кто живет на острове слышал об утонувших вот такие вот пляжные именно сезоны в летние месяцы я не слышала и меня вот это вот удивило я хочу с вами поделиться странное дело ведь у нас я в обычной реке где-то на пляже но не сказать что вы она была уж слишком глубокая или у нас надо ну допустим на базе когда бы мы не приехали всегда слышно то там кто-то утонул то там кто-то утонул но чаще всего конечно тонут по пьянке знаете пьяному море по колено как говорится река по щиколотку наверно да так вот здесь странное дело я не слышала сколько бы я не отдыхала в разных местах не слышала такого чтобы вот кто-то утонул чтобы кого-то искали чтобы кого-то спасали или там вылавливали утопленников никогда такого не было представляете как интересно ну вот и такое для меня открытие на которое я обратила внимание только сейчас когда меня снесло туда сильно течение я подумала сушки можно же утонуть а потом решила ну вот ну вот а никто не тонет интересное дело как вы думаете почему это такое здесь сегодня у нас опять посмотрите какая да это не только сегодня всегда посмотрите какая чистая и ведь это здесь глубоко я захожу посмотрите сейчас полная вода и все вот эти камни которые я когда-то вам показывала вообще без воды вот теперь они все под водой показываю опять вам подводное царство подводные съемки ой август месяц наиболее высокая вода в прилив и наиболее низкая вода в отлив вот наверное все таки вода поднимется выше и закроет даже вот эти вот камни хотя может быть я и не права кстати я только знаю что отлив а вот наверное наверное низкий отлив потому что помните я вам рассказывала что в августе месяце несколько каких-то дней здесь можно пройти пешком до форта сан-хелен форт форт святой елены вот а ну и конечно же эти живописные камни на них приятно смотреть но если кто-то не знает здесь берега то можно натолкнуться и разбить коленки этих камней конечно немного но они под водой здорово что еще вам показать даже не знаю видите сколько лодок на приколе и вода мало того что она чистая шикарная она еще и имеет такой бирюзовый цвет очень красиво знаете у меня знакомая рассказывала и показывала как они отдыхают в турции сейчас вот я не знаю сколько в турции температура воздуха может быть тоже плюс 32 так что видите как все меняется англия сейчас наравне с турцией плюс 32 повторяю у нас здесь температура красота но многие многие англичане такую жару не любят вот кто-то опять же говорил что да ну да там что там в этой англии смотреть вот такая промозглая холодная серая унылая это опять же друзья на любителя вот я разговаривала когда со своим мужем англичанином говорю что многие сейчас уезжают англичане и у него сестра уехала во францию может быть кто-то смотрел мои видео и знает уже слышал сестра его живет в карказоне во франции так вот я у него спросила говорят и чего давай куда переедем было бы замечательно он сказал нет я в такую жару не могу мне вот как говорится самый комфорт плюс двадцать и другой температуры не хочу и еще у меня знакомая одна у нее было две собаки больших ой даже не по шпицы по моему белые такие лохматые по моему шпицы называется порода я что-то как-то не очень в курсе так вот сейчас в жару эти собаки у нее они уже возрастные были две одна помоложе 1 по моему ей было 14 лет ну вот она в жару короче у нее отказали почки она у нее два дня назад сдохла конечно извиняюсь за такие подробности но в общем она мне тут позвонила вся в слезах мало того что переживает что собака сдохла так вторая она говорит невозможно мучиться я не знаю что с ней делать я ее и мол и на все время на улице держу и с ней нянчусь и все время ее водой обливаю я говорю да как может быть лучше ее куда-то завести в воду пусть она и сама искупнется все-таки обливать воду это не то но она говорит нет она не может она не любит она не приучена и вот мучиться собака в такую жару я говорю может быть и тогда обстригла бы ее как-то ведь подстригают вот эту конечно в такой шерсти но нет все это все это было отвергнуто и собака бедная переживает и мучается кстати женщина вот посмотрите сидит на шезлонге рядом муж ее читает газету она сидит сейчас вот видите как она удобно вот она правильно сидит она сидит во первых мало того что на солнышко а во вторых она подняла голову и у нее шейка будет загорать без всяких морщин замечательно может быть даже и правильно потому что на зачем загорать животом или вот как грудь многие там развязывают эти сзади знаете повороски чтобы спина полностью загорела ну а потом приезжают домой и в одежде кто там видит есть у тебя повороска на спине или нет но если только твой муж ну а шея согласитесь она видна так же как и область декольте она видна всем несмотря на то в чем вы одеты но это так вот маленькое отступление байолирическое а еще друзья вы знаете что он сейчас вам расскажу я взяла конечно же с собой бутылочку воды минеральной я взяла ее попить и сразу же вспомнила как только достала она у меня не полная я сразу же вспомнила историю про своего экс-мужа бывшего мужа женю я уже вам про него рассказывала как он пожалел картину мне для выздоровления как говорится так вот я взяла бутылку двухлитровую бутылку воды минеральной вспомнила сейчас вам расскажу такая история была тоже интересно это уже было наверное на пятые сутки в реанимации когда я лежала в больнице все та же история и я помню тогда уже женя начал приходить потому что во первых я попросила чтобы ему позвонили сообщили чтобы он немножко все таки посмотрел за дашей она хоть и взрослая была уже на тот момент 15-летняя девушка но все равно я за ней очень волновалась и конечно же он тут стал как-то время от времени приходить меня навещать но может быть даже потому что перед дочкой неудобно а он с дочкой приходил с дашей она просила ко мне сходить в общем однажды вот в такой вот свой визит он пришел и принес меньше пол бутылки воды вот такой вот минеральной двухлитровой пластиковой бутылки вот показываю да значит когда он пришел там у меня были все время девчонки приходили ко мне мои подружки очень хорошие друзья и получалось так что запускали ко мне по одному врачи меня берегли что я еще очень слабенькая ну и люди приходили сидели ждали пока пока наступит их очередь по повстречаться со мной поговорить и вот это значит женя там с этой бутылкой и моя знакомая верочка она у него спрашивает женя извини меня конечно но я вот смотрю ты это бутылку минеральной воды гали принес он говорит ну да и она говорит я как-то очень извиняюсь но я стесняюсь спросить скажи пожалуйста а почему бутылка только наполовину в ней воды а что такое что случилось я не могу понять и он ей спокойно отвечает о ну на это много есть резонов по крайней мере три я тебе назову первый это то что двухлитровая бутылка это очень много она этого все равно не выпьет и получается что лучше я и в следующий раз еще принесу как бы да ну зачем ей 2 2 литра воды она пьет по чуть-чуть это слишком много второй резон то что это вода она минеральная нас газом газ ей совершенно не нужен зачем ей лишнее вспучивание живота значит получается что когда бутылка была наполовину заполнена я пока к ней шел бутылка у меня телепалась в сумке и газы естественным образом все вышли и теперь можно эту воду спокойно пить ну а третий резон это то что все таки ж тяжело два литра нести зачем я буду так много нести два литра хватит и одного вот так вот он объяснил и у веры тогда отпала просто челюсть ну и она мне конечно же но не сразу естественно а спустя какое-то время когда я уже оклемалась когда мы уже с ней встречались дома она ко мне как-то пришла в очередной раз и она мне вот эту историю рассказала с большим большим удивлением ты представляешь вот так и так но я говорю ты знаешь вера ты меня даже не удивила потому что я знаю что мой муж вот всегда вот так вот должен все обдумать как он говорил надо все обкашлить обдумать никаких шагов предпринимать необдуманных нельзя ну вот так вот у него все по полочкам было разложено понимаете ли вот интересно